Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг, к нам присоединяется. Наталья, доброе утро. Слава Украине, доброе утро. Героям слава. Наталья, расскажите для начала, как прошла ночь на Южном фронте? В сравнении с другими днями и ночами, которые мы пережили за последние дни, это были более спокойные ночи, и это предыдущие, что говорит о том, что вероятнее всего враг дал паузу и пополняет запасы, рассчитывает новую тактику, подбирают новые способы атаки, поскольку мы понимаем, что не достигнув тех целей, которые они перед собой ставили, конкретно касающейся зерновой инициативы, касающейся превосходства и монополии зерновой и в Черном море получат лет, Россия будет продолжать террор, и этот террор продолжается сейчас в проявлении несколько другого. Например, вчерашние бомбометания врага по зерновому терминалу на Херсонщине, это Береклавский район, село Казахстан, там зерновый терминал одного из предприятий, каждый раз попадает под мощную атаку управляемыми авиабомбами, и вчера в порядке проявления такой агрессии и бессилия враг снова сбросил 4 авиабомбы по этому уже практически уничтоженному зерновому терминалу. Наталья, а что Вы можете сказать по поводу ракетной атаки Российской Федерации в районе города Рыни? Была атака беспилотными летальными аппаратами ударного типа, в смысле пробы, такой враг использовал несколько волн дронов типа Шахет, направляя их в сектор дунайских портов, поскольку звучало неоднократно от мирового сообщества, что Дунай может быть альтернативой зерновому соглашению, и там может следовать некоторые виды судов, которые тоже могут переводить зерно. Абсолютно очевидным является понимание того, что враг атаковал портовую инфраструктуру дунайского направления, для того, чтобы продемонстрировать, что готов биться до конца за собственную свою монокольную позернюю. Атака России по портовой инфраструктуре Одессы, Дуная. Как Украина может защитить свою портовую инфраструктуру? Что нам для этого нужно? Наверняка так же, как и всю Украину, поскольку превосходство врага в небе было очевидным с самого начала полномасштабного вторжения, и мы говорим о том, что нам нужны просто необходимые современные истребители, которые могут помочь бороться с воздушной опасностью еще в стадии, можно сказать, зародыша угрозы. Когда только взлетают из самолета, когда только начинается выход на пусковые рубежи, современные истребители могут помочь уничтожить уже саму базу, носитель ракет воздушного базирования. А это очень серьезный будет удар по мощностям врага. Сейчас нам необходима, конечно, противовоздушная оборона и средства противоракетной защиты, которые могут быть распределены в стратегически важных районах, понимая, что атаковать враг будет преимущественно портовую инфраструктуру, необходимо защитить современными установками именно эти направления. Скажите, какая сейчас обстановка в Черном море, сколько там ракетоносителей? В Черном море раздувается шторм, и ракетоносители заведены в пункте базирования. Но помним о том, что у россиян есть практика использования и применения оружия прямо из бухт, хотя это очень опасно и для тех кораблей, которые также пребывают в бухте и для самого ракетоносителя, который совершает такие пуски. Но понятно, что степень отчаяния россиян такова, что они могут применять и вот такие запрещенные приемы. Поэтому мы тщательно следим за их активностью и информируем, как только она становится опасной. Корабельная группировка в целом в Черном море развернута достаточно большая. Это связано 15 кораблей. Это связано большей частью с тем, что находиться в бухтах они все-таки небезопасно. Они достаточно обеспокоены теми хлопками, которые происходят в Крыму регулярно и той степенью не абсолютной безопасности, которая сейчас в Англии. Вот вы вспомнили про Крым. Там действительно последние дни достаточно громко. Какая там обстановка? Как чувствуют там себя российские оккупанты? И как последние события в Крыму сказываются на настроениях, логистике россиян и возможности их пополнять резервы и переправлять свою технику и людей на материковую часть Украины? Такая активность в сезоне Вовне, так называемом, россиян действительно нервирует. Россиян имеют в виду войска, которые там сосредоточены и находятся в качестве резерва. Также оккупационная власть серьезно обеспокоена тем, что не может сохранить и гарантировать безопасность тем объектам военным, которые находятся на полуострове. Соответственно, понимая, что степень проникновения сил обороны Украины настолько велика, что наступление и продвижение по фронту на Бердянском и Нелитопольском направлениях достаточно своеобразно для восприятия оккупационной власти Крыма, поскольку они понимают, что продвижение там и уничтожение запасов в Крыму это два элемента взаимосвязанных, которые означают, что силы российских оккупационных войск на этих направлениях остаются без резерва, без снарядов, без техники и вооружения. А значит, становятся менее сильными. Скажите, а есть ли у вас информация о том, начали ли россияне ремонтировать Крымский мост? Этот процесс идет, и идет достаточно уверенно, как по свидетельству этих отчетов, но мы наблюдаем, что грузовая логистика там невозможна фактически. Есть передвижение легкового транспорта, а активность больших десантных кораблей в районе Керчи, которые дублируют фактически пункты паромной переправы и пытаются перевозить соответствующие грузы, говорит о том, что надежды на мост все меньше. Какая обстановка на сегодняшний день на временно оккупированном левобережье Херсонской области? Что там происходит? Обстановка остается серьезной, напряженной и гуманитарно очень печальной, поскольку еще остаются населенные пункты, не оправившиеся после паводка, который был устроен техногенно через подрыв гидроэлектростанции. И сейчас есть проблема там и с подвозом питьевой воды, и с предоставлением медицинской помощи. И оккупанты, используя эти трудности в жизни мирного населения, продолжают грубую паспортизацию насильную, продолжают на этом фоне уже паспортизированных включать в списки будущей мобилизации, потому что всем было понятно, что далеко идущие планы о едином дне выборов России в 20 сентября, о котором говорили оккупанты, раздавая паспорта, это, конечно, было политическое прикрытие, а на самом деле они имели необходимость вовлечь российское гражданство и мирное население временно оккупированных территорий для того, чтобы сформировать для себя мобилизационный ресурс. Сейчас все те, кто были вынуждены получить эти паспорта, фактически становятся заложниками мобилизации. Наталья, скажите, известно ли вам, в том числе, в связи с тем, о чем вы только что рассказали, о морально-психологическом состоянии людей, украинцев, которые уже почти полтора года живут в российской оккупации, временной, но оккупации? Дело в том, что настроение людей действительно сложно описать коротким предложением, но нужно понимать, что степень их несокрушимости и веры в силы обороны Украины просто поражает. Работа через движение сопротивления, через партизанское движение позволяет нам разъяснять ту ситуацию, в которой люди оказываются, и помогать им пережить это, поскольку нужно понимать, что основным приоритетом для государства Украины все равно остается жизнь у него граждан. И если действительно человеку угрожает, человек понимает, что есть угроза жизни, то паспортизация и выход из нее, главное суметь документировать эти процессы, найти подтверждение тому, что это было произведено в таких сложных условиях, для того, чтобы потом, после деоккупации, вернуть себя украинским гражданам. Наталья, известно ли, что происходит на Кинбургской косе на сегодняшний день? По данным СМИ, вот там два месяца уже не утихают пожары. Какая обстановка и чем там занимаются российские оккупанты? Оккупанты продолжают там держать оборону. Она своеобразная, поскольку они спрятались за спинами нервных жителей, действительно, заминировав периметру, населенные пункты не позволяют им оттуда эвакуироваться и каким-то образом сменить местоположение. На самом деле, развернув там свои огневые точки, они продолжают маневрировать для того, чтобы время от времени обстреливать очаковские и русские направления. Эта задача связана с невозможностью допуска, расширение зерновой инициативы, в том числе даже сейчас, в условиях, когда она прихватила свою работу. Россияне понимают, что мировое сообщество будет продолжать риторику о том, что Украина имеет право быть поставщиком зерна на мировом уровне и будет возвращаться к инициативе Украины в отношении зернового коридора. А значит, нужно не допустить привлечения дополнительных портов, чтобы не развивать экономику страны. Поэтому сейчас у них главная задача – это обстреливать морские транспортные пути, что они делают фактически хотя бы раз в сутки, проявляя себя таким образом. Далее, мы перед вами говорили с экспертом об информационно-психологических спецоперациях России против одесситов в частности, о том, что кроме ракетных обстрелов Россия пытается посеять смуту среди одесситов, коряво противопоставляя Одессу другим украинским городам. Тем не менее, как к таким спецоперациям относятся одесситы? Как они на них смотрят? Очень сложно переубеждать людей в каком-то своем благородстве и желании спасти и принести русский мир, когда они несколько ночей подряд не испытывают абсолютного спокойствия и понимают, что над ними разрываются ракеты, по мирным кварталам с жилым прилетают противопорабельные ракеты, и что даже риторика пропагандистов российских говорит о том, что одессит нужно уничтожить, а потом откроет снова. Для одесситов это фактически информационно-психологический провал у тех, кто задумал такую операцию. Спасибо вам. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг, рассказала о ситуации на Южном фронте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова